Всем привет! Сегодня мы поговорим про перелинковку. Подписчик канала Кирилл спрашивает, как перелинковка влияет на ранжирование в поисковых системах или она работает за счет того, что люди крикают по этим ссылкам, читают еще дополнительный контент и тем самым улучшают заповеденческие факторы. Смотрите, перелинковка в первую очередь работает на то, что какие-то страницы сайта получают больше либо меньше веса. Я об этом много раз уже говорил, то есть если у вас есть продвигаемая страница и она более важна для вас, то на нее должно внутренних ссылок приходить больше. Если это менее важная страница, то меньше, а если это вообще не важная страница, какая-то техническая, то на нее формально должно быть несколько ссылок, но точно не очень много. Это основа. Второй момент, это то, что вы правильно написали, это поведение пользователя внутри сайта. То есть сейчас это влияние поведенческих факторов в принципе растет. Единственное, что внутренние поведенческие гораздо слабее, чем поведенческие связанные с поисковой выдачей, то есть возвраты на выдачу и вот это все. Но тем не менее влияние даже внутренних растет. И по моим наблюдениям в принципе практически сейчас сравнивается или догоняет вот эту первую концепцию, то есть про веса, эту концепцию догоняет история про поведение внутри сайта. И да, нужно стараться, кроме того, что нагнать больше веса на продвигаемой странице, нужно еще и выстроить перелинковку внутри сайта, то есть внутренние ссылки по сайту расставить так, чтобы пользователям было максимально удобно добраться до некоторой детализации той информации, на которую они попали сразу. То есть у вас должна быть продвинута хорошо основная страница, то есть по основной товару, услуге или информации, если это информационная статья. И на этой странице, если вы понимаете, что есть потребность у пользователей детализировать этот свой вопрос, то на этой странице, на которую они попали, должны быть либо сразу раскрыты эти блоки, то есть если это информационная статья, то вы делаете под заголовки и прямо на этой странице развиваете это все, раскрываете. Но если это по какой-то причине невозможно или вы не хотите так делать, то самым хорошим способом будет поставить ссылки на другие страницы, которые раскрывают эту более узкую потребность. То есть каждую подтему этой более широкой темы вы раскрываете на дочерних страницах, и, соответственно, эти дочерние страницы ссылаются на вышестоящую страницу и могут друг на друга. Вот такая перелинковка, ну можно назвать ее контекстной перелинковкой, то есть когда у вас страницы на тематически близкие ссылаются, и это реально несет пользу людям, то это тоже будет помогать вам продвигаться, потому что поисковик по косвенным признакам будет видеть, что пользователю нравится внутри сайта, он не... Ну, опять же, это будет снижать вероятность, что он вернется на поисковой выдаче и будет там листать, и в совокупности это будет повышать позиции вашего сайта, и, ну, в общем, больше будете получать трафика, больше будете зарабатывать на этой истории. Поэтому важно уделять внимание и первому фактору, и второму. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео, и приходите на мастер-класс, ссылка в описании. Пока.